13 мая в 16.00 в ДК Прогресс фестиваль Айкидо пройдет в рамках недели Японии. И к нам в гость пришел вице-президент клуба Дики Сенкаев в России и президент клуба Дики Сенкаев в Новосибирске Виталий Корнев. Доброе утро, Виталий! Все правильно сказала? Ну на самом деле это год России, Японии и Японии в России. А вот так? Да, и это было принято нашим президентом Владимиром Путином. Да, то есть это было принято до еще начала 18-го года. Ну, тогда Охайо. Правильно я сказал? Доброе утро. Доброе утро, да. Охайо. Это важно, занимаясь Айкидо, знать японский? В рамках терминологии да. То есть все экзамены принимаются на японском языке. Это развивает не только физику, не только как бы, но еще мировоззрение, общение. Прощаемся, приветствуем. Аригота годзе и маста. То есть это большое спасибо. Это мы когда уже закончилась тренировка, таким образом говорим. Вот. Ну, много таких. Сайонара, до свидания. Ну, конечно. Чаще используется она в рамках сайонара пати. То есть английское слово в плане пати, сайонара японское, это когда какое-то мероприятие происходит, и все собираются, прощаются. До свидания, курицы. Ну, объясняете приемы на русском? Конечно, мы, да. Но я тут тоже похвастался знаниями, что Айкидо это три иероглифа, которые, что каждый означает свое, да, ну, в общем, это как духовный путь к гармонии, можно так перевести. Не наврал? Нет, конечно. Вот японцы чем интересны, да, у них, например, один иероглиф имеет очень много значения. Раньше могли перевести как Ай это любовь, но на самом деле это слияние. Как мой учитель говорит, это как, когда ключ подходит к замочной скважине. То есть это гармония. Любовь и гармония, наверное. Любовь, гармония. То есть это что-то такое очень объединяющее, очень... На самом деле Ай это один из... Совпадение. Да, совпадение. Один из основополагающих иероглифов, ну, наверное, именно Айкидо. Ки это энергия, прям вот сила. Дух. Дух, да. Это вот прям вот то, что нас наполняет. И то, чего, может быть, наоборот, нет у кого-то, да? А до это путь. До это вот путь любого человека, который чем-то занимается. Когда он сделал осознанный выбор, он идет по этой дороге. Путь, дорога. То есть, и еще, как бы, есть момент, что мы принимаем и движемся, да? То есть, и вот получается, что, да, путь гармонизации энергии. То есть, привести в соответствие. Я слышал, что Айкидо не считается спортом. Это не спорт, это вот философия, религия, это что-то большее, но не спорт. Да, в чем принципиальное отличие от других видов борьбы? Ну, наверное, я... Боевых искусств, да? Да, я понимаю. Есть традиционные виды. Это как раз, где нету соревнований. Традиционные, это когда человек больше работает с собой. То есть, встать с утра, сделать кофе не только себе, но и ближлежащим. Вот. То есть, когда человек задумывается о том, от чего он становится лучше. И, например, искусство яйдо, они работают с мечом, наедине, можно сказать, с мечом и с собой, да. То есть, они каждый раз оттачивают это... выхватывание, да, рез какой-то. А Айкидо, это тоже традиционный вид, с чем это связано. В первую очередь, соревнования принято разделять на весовые категории, на возрастные категории. В Айкидо есть возможность тренироваться любому, любому возрасту, с любым возрастом, и также мужчина-женщина, мальчик с девочкой. С чем это связано? Основано, в первую очередь, на биомеханике человека, да. Масса тела. То есть, человек сильный, он надеется на свою силу. А человек слабый должен надеяться на технические свои знания. Японцы сами по себе же маленькие. И древнее искусство дайтарёйки дзюцу, откуда основу берёт Айкидо, они, как бы вот, были бои с латами, с доспехами, да. И существовали, существовали и существуют открытые места, запястья, там, локтевые изгибы, там. И поэтому вся хитрость, или вся вот эта особенность, наверное, применения техник, они никаким образом на физику не влияют. Плюс ты каждый раз работаешь со своим эго. Что такое эго? Это, опять же, в соревнованиях, это первое место. И получается, если ты будешь всегда совершенствоваться, побеждая кого-то, в какой-то момент ты станешь, ну, взрослый, скажем так, да, как минимум, потом уже старый, да. И вот через вот эти соревнования появляется пирамида. То есть 100 человек внизу, которые на начальном отборе пришли, и один человек, который дошёл. Айкидо даёт возможность вот этим 100 человекам продолжать совершенствоваться. В Айкидо не важна победа, да? Важна победа над собой. У нас иероглиф в нашем Додзо, в зале, где мы занимаемся, большой такой иероглиф, достаточно древнее изречение, Масукацу Агацу. Истинная победа – это победа над самим собой. И каждый раз у каждого есть возможность задумываться просто о том, что я сделал сегодня, чтобы чуточку, ну, в себе что-то поменять. И отсюда многие выражения, что, да, ну, сложно изменить другого, да, ты попробуй изменить себя. То есть и вот очень часто мы с этим сталкиваемся, с ощущением, что ты что-то должен поменять в себе, и тогда вокруг мир тебя тоже изменится. На тренировках, кроме приемов и самой философии этого вида боевых искусств, вы изучаете с своими подопечными нечто большее, традиции японские, какие-то такие вещи? Меня иногда спрашивают, у нас есть, существуют поклоны, да, то есть мы заходим, садимся, поклон, и здесь слово поклон все-таки не от поклонения, да, а от того, что мы занимаемся боевым искусством, боевом аспекте, это дистанция, да, и рукопожатие у японцев не принято, то есть это европейский формат показывать, что ты пришел с миром, рукопожатие это же показывание руки, что ты не с мячом, как минимум. Вот, у японцев это дистанция, поэтому и поклоны были, и у них один из самых таких, не знаю, как это, обидных, но не обидных, а нельзя притрагиваться, на самом деле, к телу другого человека. Почему они очень за свое пространство личное бывают? Да, пространство для них, это учитывая, что их очень много на небольшом, как говорится, острове, да, Вот я помнишь, что я рассказывал в магазине? Чего дефицит за тобой борется? Ты японец в душе, что ли? Не нравится тебе, когда в магазине тебя кто-то трогает? Ну, скажите, разрешите пройти? Нет, начинают тебя отпихивать. Ну, что это такое? Ну, ты точно восточный человек. Знаешь ли это, что японцы не любят обниматься? Нет, они, знаете, для них, конечно, они очень долго присматриваются к человеку. У японцев в природе не доверять, то есть в силу разных обстоятельств, особенно гадзинам, как они называют европейцев, ну, чужакам. Вот, и если японец действительно проявляет тебе... А, они на самом деле очень радушны, то есть это из той серии, что они, пожалуй, вот это волшебная страна, на самом деле, я, когда бываю там, это ни с чем не передаваемые эмоции, потому что у них в сознании сделать хорошо человеку. Просто вот... При этом не прикасаясь. Они этим живут, да. Волшебники. Был случай очень интересный, мне нужно было поменять деньги в банке. Я забыл паспорт, ну, по какой-то там причине своей. Здесь же вернулся, и человек, который мне помогал, японец, пожилой японец, он также достал все, что мы уже заполнили. Я кашлял в этот момент. Прям кашляю, прям как-то... Завершили со мной, выдали мне деньги, я уже ухожу, а остались... Там можно было поменять там 500 долларов, да? Осталось у меня 50. Ну, то есть... И он мне дал бумажку, где я могу еще поменять эти 50, и дал три таблеточки, рассказав, ну, мы как смогли друг друга, поняли, как это принимать, чтобы у вас не было кашля. И я более чем уверен, что на входе... Чужой человек в банке. На входе, скорее всего, это был один из руководителей этого банка, потому что они, как правило, стоят на входе, как... Продушные хозяева принимают. Да, и вот в этом плане во многом это сказывается. Но в то же время они очень суровые, если они тебя принимают. То есть они тебя принимают, а они не знают, вот как у нас в Руси, да? То есть бей своего, чтобы чужие боялись. Потому что, если ты становишься сволой, то значит, с тебя снимут все, что можно, шкуры какие можно. Крут. После рекламы вернемся. В гостях президент клуба Дикий СНК в Новосибирске Виталий Корнев. И мы разговариваем про прекрасное масштабное событие, которое пройдет в Новосибирске с 11 по 13 мая. Это фестиваль Айкидо, международный фестиваль и 20-й учебно-аттестационный семинар с участием гостей из Японии Миамото Цурвудзо. Правильно? Правильно. А когда Стивен Сигал уже приедет, товарищи? Мы же ждем. Работаем. Работаем над этим. На самом деле, как раз Стивен Сигал сейчас стал куратором Национального совета Айкидо России. Он же россиянин у нас теперь. Теперь он россиянин. Он был на аигурации как раз Владимира Владимировича. Я думаю, что все те, кто занимается Айкидо, должны сказать спасибо ему в первую очередь, потому что он популяризатор этого вида спорта. Я в первую очередь готов ему сказать спасибо, потому что именно действительно 20 лет назад, там 19, если быть точнее, когда я пришел в Айкидо, были первые фильмы. Ника? Да, да, да. И первые фильмы именно связаны с тем, что там он показывает, кто хочет посмотреть Айкидо, может посмотреть именно первый самый фильм Ника. То есть там классическая Айкидо. Это потом он маленько уже добавил там. Но на самом деле это прям вот, это как показательные выступления, которые вот как раз будут у нас на фестивале. Вот давайте поподробнее, что будет на фестивале, что можно посмотреть людям, которые еще не связаны со спортом, просто погладеть, а что будут делать спортсмены и участники? Мероприятие действительно масштабное и как по российским меркам, и, конечно, по новосибирскому. Одно из того, что к нам едет 17 городов, то есть это со всей России приезжают на это мероприятие. Вот, к нам едут из Швейцарии, из Италии, к нам едут из Израиля, как говорится, ну, Япония, конечно, в лице Церуза Мямота. Почему в Новосибирск? В Новосибирск. Это четвертое мероприятие, которое непосредственно мы делаем в Новосибирске. Это 20-й приезд Мямота Сенсе с семинаром. 25 лет организации Дикий Сенкай российской, 10 лет отделению в Новосибирске Дикий Сенкай. Вот, и вот эти... А, 65 лет Мямота Сенсе. То есть вот эти огромные... Я, конечно, могу перечислять и 125 лет в Новосибирску. Сложились все звезды в этом году. Что-то должно произойти грандиозное. Я еще шучу, и 300 лет у нас с нашей доблестной полицией. Ой. Вот, и 125 Майковскому. Я говорю, я уже всегда ты собрал, как и смог. Но на самом деле, ну, наверное, все-таки радушие Новосибирск, я бы хотел так думать. Вот, мы очень хорошо, очень комфортно, на самом деле, проводили те мероприятия, потому что все-таки те, кто тренируется с нами, это одна семья. Мы их всех знаем, всегда рады, ждем. Поэтому основная задача, конечно, это очень комфортно потренироваться. Но... Разные страны, разные города, это будут все-таки соревнования или показательные выступления? Это мастер-класс. Мастер-класс. Но их, по-моему, около 7-8 человек всего. То есть, именно японцев, которые... И Миямото один из них. Миямото Сенсей, чем известен для россиян, да, помимо всех этих семинаров, он приезжал, у нас были World Combat Games в Санкт-Петербурге в 13-м году, очень масштабное мероприятие, на котором Миямото Сенсей представлял как раз Хомбу Додзе, то есть основу, как бы, произрастать, не знаю, как правильно сказать, извиняюсь, Айкидо, откуда пошло. Вот. И этот человек приедет к нам с мастер-классом. Будут аттестации, будут мастерские степени, на которые только... Он также является представителем аттестационной комиссии Хомбу. Ну, очень такой масштабный человек, на самом деле, очень интересно. Он небольшого роста, как японцы, но когда он выходит на татами, такое чувство, ну, какая-то скала, гора такая, выходит, потом раз его в обычной одежде смотришь, такой, такой, я такой, бодушка такой, обычный бодушка такой, но... Виталий, а у вас какой дан? У меня четвертый дан. Вы будете в этом году на семинаре аттестации? Нет, дело в том, что я все свои аттестации закончил, четвертый, это считается технический дан, и больше аттестации не проходит. Остальное идет уже за популяризацию, за развитие, за возможность общаться через... У Стивена Сигала, по-моему, седьмой дан, да? У Стивена Сигала седьмой дан, это как раз ему дали за очень большой вклад в Айкидо, потому что там были градации, которые я на самом деле не знаю, но пятый дан идет за местный уровень, то есть за Россию, скажем так. Шестой, насколько я знаю, могу тоже эти ошибаться, потому что как бы это международное признание. Седьмой, это уже какое-то дело очень такое важное было сделано непосредственно для Айкидо. Мы прочитали, что на фестивале кроме Айкидо будут еще представители других единоборств. Каких? Это друзья наши, это также школа Айкидо, которые здесь в Новосибирске находятся, с которыми мы сотрудничаем. Это Володя Михайлов Гакумон Додзе, это Андрей Пододников Йосенкан. Также будет представлена школа традиционная, ну как бы традиционно они Яйдо, Дзюдо, Кэндо, Дзюдо. Ну и в основном с показательным выступлением будут выступать все школы, да, Дзюки Сенкай, которые в России. То есть в основном, конечно, будет представлена Айкидо больше. Ну и Мямо Цэнсэ с показательным. Ну и Новосибирск в Айкидо на уровне. Нам есть чем гордиться? Нам действительно есть чем гордиться. У нас очень хороший... Не зря к нам двадцать раз приезжал. Ну он, не к нам четыре, двадцать раз в России. Да, в России. Четыре. Но четыре это тоже достаточно хороший уровень, да, то есть он с 2006 года нам приезжает, ну с определенной периодичностью. Мямо Цэнсэ, если так можно сказать, очень... Вот он только прилетел из Греции, вот у него день, и он сразу летит к нам. То есть он в 65 лет, вы просто представьте, у него график и лет... Ну и нашим спортсменам есть что ему показать? Мы... Он будет в основном показывать, а мы уже будем повторять. Но, конечно, он смотрит на уровень. Конечно, на уровень смотрит. Надеюсь. Вот японцы приучили к скромности, как бы в этом плане... А у нас в Новосибирске у вас самый высокий данный или у кого-то есть еще? Нет, есть, конечно. У нас... Вот у Андрея Подойникова у него шестой данный Юсенкана. Супер! Спасибо вам большое, что пришли. Но просто так мы вас не отпустим. Конечно, драться не придется, но придется рассказать нам забавную историю из жизни, как и всех наших гостей. Вас просим о том же. Ну, в рамках Айкидо, конечно, хотелось бы вспомнить интересную историю про ребятишек, которые занимаются. У нас самый маленький формат, это с 4 лет берем. И вот был у меня такой ученик, он пришел, тренировались, потом родители переехали в другой район нашего города и пошли в другой клуб тренироваться. Ну, согласовали, я говорю, да, как вам комфортно, вот так и делайте. Потом перезванивает мама, нет, мы будем ходить к вам. Я говорю, а что случилось? Он говорит, ну, зашел он у меня, посмотрел, говорит, тапочки разбросаны. Ну, я здесь не буду заниматься. У нас действительно очень важно. Сколько лет ребенку было? На тот момент ему было уже 6. 6 лет, говорит, не буду заниматься тапочки. Честно, мурашки по коже, да, потому что, ну, ты понимаешь, что вроде мы на них смотрим, когда их постоянно видишь, как будто ничего не меняется. А на самом деле... Малыши да малыши. Вот такие фразы, это... У нас будет показательное выступление, да, опять же, вот с малышами. Это вот... Это самое сложное, на самом деле. Ты должен опуститься со своего верха на их уровень и пытаться им там что-то... что-то объяснить. Ну, вот с 6 лет, наверное, самое... с 6-ти, с 5-ти, да, в айкидо лучше отдавать? Или как вы посоветуете? В случае с 16. В случае с 16? Но это более осознанно, потому что ребятишки все равно им нужны соревнования. Вот как раз у них вот это вот состояние... Нет еще понимания гармонии. Состояние бега. Я им учу по большому счету безопасности. Я говорю, ребят, не бегите толпой. У вас у каждого свой разум. Пожалуйста, примите решение самостоятельно. Понимают это? Ну, потихоньку... С трудом, куда-нибудь побежали-то им что-нибудь как дал. Спасибо большое. У нас в гостях был Виталий Корнев. К сожалению, пора прощаться. И мы тоже прощаемся до завтра. Друзья, завтра у нас не выходной день. Завтра с 9 начинается наш праздничный эфир до 3 часов. Так что, пожалуйста, будьте с нами на одной волне. Будем вместе отмечать великий праздник День Победы. В студии Радио 54 для вас работали Толоваева Настя, Александр Часовитин, Виолетта. Всем добра и позитива. Живите интересно. Пока-пока. Субтитры подогнал «Симон»! Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова